МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телерадиокампании Гомель распочинает свою работу у эфира. У студии для вас працует Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Глядите в этом выпуске. У регионе подвели выники сельско-господарчага года. Межнародная конференция у гонор-выдатнага в учонага Льва Выгоцкага пройдя у Гомелли. Гомельский областный институт развития адукации отзначил 75 год с дня заснования, а городский центр культуры – 40-годовый юбилей. Зараз об этом и иншим больше подрабязна. У Беларуси отзначили день работников сельской господарки. На Гомельщине до его промерковали проведение областных дожинок. 18 листопада у святи працовников везки у Рогачеве приняли удел больше 10 тысяч человек. Разом с удельниками дожинок выники сельско-господарчага года подводил Олег Синтюроу. Мы люди Рогачевского краю, где бульба застольня сбирая, где ширости, ласки богата, гостям рада кожная хата. Нам дороги наши озеры, земли нашей родной просторы, своим гоноримся мы краем и вас до себе запрашаем. Навод по подворках, які были представлены на дожинках, можно было умерковать. Гэтый год для аграры в Гомельской области далеко не самый горшим. У 2014-м золиком зерня кукурузы собрали 1 млн 530 тыс. тонн с божим. У 87-м был 1 млн 280 тыс. Селета 1 млн 260 тыс. тонн. И такие личбы. У гэтом годе, пачас жнева, тысячниками стали 305 водителю и 361 экипаж-комбайнеру. А самыми першими гэтая гоноровая звание отремали Иван Вырович и Олег Хвост за агрокомбината Хормич Реческого района. Пачас проведения дожинок в Станеве дома, усяго на их рахунку, селета будет больше 4 тыс. тонн намолочен газбоджа. Як до речи, и у ихся брус, это же господарки, Василя Коваля и Виталия Ильева. Селета гэта самая высокая пакашечки на Гомишине. Стаём рано. Стаём 5 часа утра, идём на работу. Работа сложная, конечно, надо подготовить комбайн, чтобы работать нормально день. Как мы отработаем, так и будем жить дальше. И семья моя будет так жить. И колхоз нужно. Работаем всё время нормально. 12-го жнивня 2016 года Гомишина находится литерально в одном кругу от миллиона тонн намолоченного газбоджа. Убрано 90% пассивных площадь, собрано 983 тыс. тонн зерня. Теперь можно робить прогнозы. Большинство районов области уже превысили уровень прошлого года. А такие районы, как Будо-Кошелёвский, Речицкий, превысили намолот свыше 100 тыс. тонн каждый. До конца текущего дня мы перешагнем рубеж в миллион тонн зерна. Целетние дожинки у Рогачёві. У певной ступени ещё и кулинарное шоу. С нового урожаю можно выработать стольких страв, что, как кажут, в очи разбегаются. Перчим, побачь с традиционными, можно было увидеть и совсем новые выработки. Перамостов областного споборництва за достигнение высоких показчиков вызначали у некольких номинациях. Левши по уборце сборжевых, передовики и панархтовцы кормов, лидеры у вытворчаці жывелогадовчай продукцией. Гэта соправданай профессионалы. Сёня необходна не просто месть жаданя досягнуть значных выников, але и володыць сучасными технологиями. Тем больше, что опошние годы и надворы для всескогаспадачи вытворчаці не самое спраяльное. Самое главное богатство – это наши люди, которые начиная с раннего утра до поздней ночи, они рады своему результату. Знаете, всегда, когда есть результат, есть желание дальше его творить. И всегда нету такого, что сегодня, будем говорить, всё исчерпано. Потенциал ещё есть и в Будокошелёвском районе. Мы к этому и стремимся. Подчас узнагородживания, сточиня обороконками Владимир Дворник, агучевая лечба, выручка от реализации продукции сегодня поэлечилась на 4,5%, причём это у середним, у некоторых сега с организаций Брагинского, Житковицкого и Хонинского районов рост скал 24%. Прибыта к от продажу – 27 миллионов рублей. Рентабельность выше и за середнюю республиканскую. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Найбойнейший университет Гомеля рыхтуется до Международной науковой конференции, присвеченной 120 годзю лидера сусветной психологичной навуки и былога Гамельчанина Льва Выгоцкага. Гостей из Бразилии, Израиль, Латвии, России и Украины, университеты Мяфранциска Скарыны сустреня уже сёння. Удельниками конференции станут севядучые специалисты у галени психологии и адукации. Усяго, каля 100 человек. Гоноровым гостем станет унучка Выгоцкага доктор психологичных навук профессор Алена Крауцова. На протягу двух дзен конференции будут анализовать сучасную культурно-историчную психологию, спадшину Выгоцкага и проблемы развития особой в изменливом свете. Дарыч, зараз Выгоцкага называют Моцартом психологии и стверджают, что без его идей психология не сдобыла б своего сучасного обличча. Преподаватели, студенты нашего факультета считают себя последователями культурно-исторической психологии и очень много делают, проводят различные мероприятия по увековечиванию памяти Льва Семёновича Выгоцкого и пропаганде его научного наследия. Соорганизаторами нашей конференции является представительство Россотрудничества в Республике Беларусь. У Москве Выгоцкий прожил только 10 годов. Большую счастку життя провёл у Гомели. Тут отбывалось его становление, как навуковцы. Тому у рамках конференции отбудется открытие памятной дожки. Она з'явится на будинку теперешней областной филармонии, где в свой час жил выдатный психолог. Свой 75-годовый юбилей отзначил Гомельский областный институт развития адукации. Его творческие супрацовники сустрели святого урочистой обстановцы, сирот людей, які умеют щиро радоваться поспехам и досягнением своих коллег. Под рабязностью наших корреспондентов. 75 годов, с дня створения установы, бадай лепшая нагода вспомнить яркие сторонки минолога и наметить планы на перспективу. Гомельский областный институт развития адукации мая саправды богатую историю и непростый шлях развития. Процесс его становления в 1941 году был перепынен и початком Великой Отчинной войны. Супрацовники института разом с усим народом устали на оборону родимы. Зараз яны так само, что дня знаходятся на варте выконания своего отказного, але на счастье мирного профессийного обовязку. Сёня тут працуют свыше 100 человек, сярод их кандыдаты и докторы педагогичных навук, профессоры, доценты. Это люди, які шыро любят и, як кажуть, живут своей справой. Разом яны складают дружный и зладжанный коллектив, який завсёды допомагал институту переодоливать усе пирожкоды и зараз протягивая притримлюваться минавито гэтага курса. В этот день я хотел бы высказать слова искренней признательности коллективу института, стараниями которого институт занимает достойное место среди учреждений системы образования Республики Беларусь. Отдельные слова хотелось бы сказать в адрес ветеранов педагогического труда. Институт в его современном виде является результатом воплощения их планов, результатом продолжения их традиций. Подчас урошистые сустреши с коллегами, які стали у житті і дейності надейнымися брами, ушановання лепших у своєй справі. За 75 годів праці інститута їх намаганнями був унесений неоценний уклад по удосконаленній системы повышення квалифікації і пиропадрихтовки педагогічних работників Гомельщини. Только летось своє професійное майстерство тут отточували каля 9 тисяч человек. У середнім, што год, у інституті навучається більш за 7 тисяч педагогів в області. Гомельський обласний інститут развиті аддукації так само вырос з пункту глядження матеріально-технічной бази, використання найновших інформаційно-коммунікативних технологій у аддукаційным процесі тут з'явився уласний комфортабільний інтернат. Сьогодні гэта установа з'являється важным зв'яном у развиті галіны аддукації і беларускай навуки як на Гомельщині, так і у республіці уцелым. І такий поспіх заслуга колективу, його відказних і добросумленних керівніков і безумовно ветеранів праці. Работаю 35-й год в цьому інституті. І дозволю сказати, що кадри становися більш професіональними і требовательними, і исполнітельними теж. Це радує. Мій жизнений принцип – чоловік живет, пока нужен людям, а нужен людям, пока учиться. Вот, этого я желаю всім. Здоров'я, благополуч'я, активній жизненні позиції і навгаляція. Люді, які ісаправды, аддані ілюбімай праці, завсё дозастаються прихільниками обранай справи. Колектив Гомельського обласного інституту розвиття аддукації зараз без перебільшення можна назвать великай і дружной сям'єй з адзіними метами і традиціями. Сфера, у якій працюють усі гэты і натхненні працісяналы, патрабуя невычерпнай енергії, творчасті, душевнай ціпліні і колосальнай адказнасті, чого застаєцца пажадаць інституту і колективу на шляху досканаління, новых перамох і досягненнів. Вероніка Ворошіліна, Дмитрий Котав, Ігор Марышчанка, Телерадиокампанія, Гомель. Далей об падяг культуры. У Гомелі у ГЦК адбылся незвычайный концерт, і він був присвячений знакавай падії – 40-гадовому юбілею Горадського Центра Культуры. Гэты концерт – сумесная работа некалькіх творчых колективів, што працюють на базі аутарытэтной установы. Прадставленная на сцені дзейства – нічаканый микс танцевальних і музычных нумаров, які спляліся ў адзіну яскравую компазіцію. Гэта гарманичнае сполучэння здавалася б не сполучальнага. У святочный вечер артысты Гомельського Горадського Центра Культуры продемонстравалі свой творчый потенціял і, пасутнасті, паказалі тое, што называецца неформатам. А ханарыцца і саправды ёсць чым. На базі гэтай установы культуры зараз працює більш як 60 хореографічных і музычных колективів, аматорскіх аб'яднаніў, клубаў па інтарысах, товарыстваў і суполак для розных узроставых груп і розной скераваності. Кожны год ГЦК становіцца актыўным удзельнікам і ініціаторам такіх вядомых мерапрыємстваў, як міжнародныя спаборніствы па брейк-дансі, гарадскі конкурс «Маленькая хамельчанка», так само вядзі актыўную падрыхтоку да хореографічного фістывалю «Сожский карагод» ёсць много інших, не менш цікавых праектов. Высокі узровінь майстырства розноплановых колективів падтверджаюць більш як 30 узнагород завоеваных сёлята на творчых спаборніствах міжнародного і республіканскага узроўню. У нас всього на базі работает 65 колективів, із них около 20 имеют звання народных, і на протяжі 40 лет каждый з них завоевывав звання, отстаивал, продолжає отстаивать і выступає на міжнародному уровні. Я вже говорив сьогодні і повторю, що є колектив «Лук і раунд», котре сьогодні буде на сцене, це брейк-данс-команда. Она за один токагод, этот, 2016-й, уже два раза поучаствувала в міжнародному чемпіонаті по брейк-дансу і займала очень высокі міста. Сюда я пришла в 82-м году на роботу, і даже сложно представити, що вже стільки років прошло з тех пор, і як мгновення вони пробіжали, але вже 34 роки я тут, скільки всього було, зробило. А сьогодні вообще такий день, коли багато приходить людей, які тут работали, с которими встречались, в ансамбле у нас танцевали гоми, і работали вместе, а тому, конечно, дуже багато таких емоцій положительних. Аматору фотомастатства объєдна автоматичний майстер-класс, і він пройшов у областної универсальній бібліотеці «Мя Ленина». Мероприємства у рамках арт-проєкта «Год культуры» у бібліотеці провели гомельські фотографи Светлана Лазаренко і Андрей Майсейкав по дробязності у наших корреспондентів. Гомельські фотографи Светлана Лазаренко і Андрей Майсейкав відомі особи у своєй справі. Яны удельнікі і перамушты шматліких професійних фото-конкурсів обласного, республіканського і міжнародного узроўню. Одін з їх найбільш масштабних сумісних творчих проєктів – фото-выстава «Кніжная люді». Аутры представілі в образах знакамітых літературных геройів і історичних діячів – супрацівніків обласної бібліотекі. Фото-здымкі проводіліся з використанням студійного обстилявання, костюмов і стилизованных елементів. Затым більш як 30 фоторабот були перанесіны на полотно. Святлана Лазаренко і Андрей Майсейкав познайоміли удельніков майстер-класа з фото-проектам. А так само розповіли молоді про тое, як правільна ствараць дымкі, які фонові і світлові пропорції прагатам треба улічвать і яких памылок лепш позбягать. «Современна фотографія щас движіться к тому, що щас просто снять этот снимок никому буде не нужен. Он уйдет в мільйоны снимков, которые уходят в никуда. Щас ценіться фотографія, з якого щось сделано. Например, одна із дорогіх фотографій – вид із окна, фотограф Джерф Олт, по-моему. Он снимал эту фотографію в теченні двух лет і об'єдінял тисячу снімків». Тематична зустріча відбулась у рамках арт-проекта «Год культури у бібліотеці». Гэта цілий комплекс мероприємства на кіравані на популяризацію розних відео мастацтва. «У нас различні проєкти про встрічі з художниками. Ось у нас була встріча з художником Робертом Ландарським з Светланой Курашовой. Вона проводила прекрасний мастер-клас, навіть ставила нам свою картину, яку на мастер-класі. Вона показувала це все дітям. Т.е. пастоянно, каждый місяць, каждый місяць у нас какое-то нове мероприятие, каторе ми освіщаєм. Вероніка Варашиліна, Валерій Гапанько, телерадоя компанія «Гоміль». Выгляделі раннішній інформаційний випуск телерадоя компанії «Гоміль». У студії працювала Наталья Ігнатєнка. Я і мої каліги жідаєм вам плённого дня. До нових сустріч у ефірі! Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Дякую за перегляд!